день добрый вот решил показать вам что я сейчас делаю тем занимаюсь это оправой то есть я не только оправы делаю еще плюс инкрустацию на них ну и потом наверное может отвечу на 1 2 вопроса таких часто то есть который часто спрашивают и ответить сложно в письме на них и словами то не очень так но словам будет проще ладно клины в общем в том же положении что и были то есть все как было давайте положу более безопасно об ушками друг другу мало ли дальше это оправы вот тут конечно не то что хотелось получилось как немножко кривоватенько но все же все повеселение вот такая просто балаба право тут вот с одной стороны такая вот вот вторая оправа давайте из этой же покажу это как его деревянка амарант вот с такой вот штукой да что что с такой веточкой ну честно скажу идея особо нет в голове в интернете посмотрел рисунков полно вот все что угодно но не рисунок должен быть узкий и длинный в интернете их не существует вот видите вот просто так выглядит оправа вот нормально все как бы оправа и оправа а так уже совсем по-другому как-то даже ощущение какой-то такой прямо какой-то подарка что ли какого-то ладно давайте дальше это вареный граб ну граб древесина такая мореный это он там много такой лежавший в общем где-то там не буду точно говорить не особо вникал такие вот веточки втюхал все серебро вот опять же давайте сравним да вот просто оправа клиночка такой все здорово да ну а так прямо какой-то прям праздник как-то радостно я решил так сделать и давно хотел большую медведицу втюхать я если найду фотку я вам здесь вот вставлю на экране как она выглядела у меня в первый раз но то оправа что то ли лопнуло то ли что ли не помню этот зерикот древесина но там вот эти вот были звезды они были цветными там синий зеленые белые красные там еще какая-то а тут они все под золото ну не золото это латунь блин видео не передает желтого оттенка вот этого вообще не передает вона верба видите что вот эти вот линии то есть как бы соединяющие такие вот меж собой вот эти вот точки то есть как бы звезды они серебра а эти вот латунь не желтый как подумал так плестят а так бы вот просто бы оправа ну что ж принципе время то меня есть так что я еще занимаюсь сегодня и может быть даже как-то попытаюсь уже даже собрать ну это только так ей теперь ответы на вопросы ответы какие у меня ой да в памяти а чем отличается сталь у 8 и у 10 то есть часто вот часто задаю такой вопрос если так вот в двух словах и просто сказать то не заморачивайтесь разница небольшая это я вам точно скажу прямо вот то есть вы в бритвах эту разницу в общем-то надо быть каким-то там экспертом что нет даже экспертом то есть таким попробовавшим все и тогда вы начнете в этих мелочах искать разницу и вы найдете а так в принципе если у вас к примеру первая бритва из нормальной стали то разница в принципе будет сложным прочихать в чем разница разница в том что у 10 то есть больше углерода всего лишь на два процента чем у 8 все то есть больше углерода ну что вот вам это говорит да то есть можно у 10 закалите более сделать более твердой сталь за счет этого но в бритвах лучше все таки придерживаться и 60 там 61 максимум все две единицы 64 конечно уже также жестковато даже для заточников это уже поймут от адский поэтому я стараюсь вот производить в районе 60 61 единиц от какой-то разют клинки самый прям вот сок то есть лучше всех но без перебора вот как-то так вот по мягкости бритья опять же как закалишь то есть я могу пример закалить у 10 сделать их 55 единиц а у 8 60 и у 8 будет жестче брить но при равных долях то есть в твердости то есть если будет 68 и 60 у 10 то у 8 будет чуть мягче брить но настолько разница невелика что прочувствовать его будет очень сложно тем более это в первую очередь зависит даже не от закалки стали от заточки то есть заточек много всяких видов и вариантов и одна заточка бреет жесткая другая пример среди эти мягко четвертое там вообще волос не рубит но зато жесткую щетину рубит вот так вот как то то есть тут больше заточки влияние чем стали остались что 8 что у 10 она такая в рядом очень такая по характеристикам техническим и свойству и то есть химическому составу что важно то что она у вас не будет подсаживаться быстро она вас будет заточку держать как следует заусенец у вас там вытягиваться там или так вот как показывает вот так вот делаться не будет то есть он сразу после заточки то есть еще во время заточки уже начинает отваливаться на ремешке до конца прямо чуть коснулись несколько раз и он уже полностью осыпался до конца и все и больше это усинец не увидите это важно вот так вот поэтому я не не буду вас так это вот то есть мозги промывать и говорит что там на какая разница там в этих частях в долях в хим составе это вам точно не надо вот точно вам не надо вы просто берете бритву которую вас то есть вы обретесь который полностью целиком и ни разу не подправить и не захотите даже у вас желание такого не возникнет потому что она будет постоянно в одной и той же заточке и туда и сюда причем если вы даже не поправили на ремне то и вторую и третью там бритье она у вас будет в том же положении ну править все-таки лучше надо чтобы не запустить как бы саму заточку вот я вам ответил на этот вопрос примеру говорят вот как же тут дамаск тут микро пила это второе опросы то есть как же так же там получается микро пила нет микро пила была бы конечно если бы стали бы были бы далеки друг от друга по марке и по составу но так как они максимально близки и по марке по составу и сварены в один плотный в один монолит то там микро пилы быть не может это как вот примеру тоже вот у 8 сталь только из трех разных сталей для чего это делается это делается для того чтобы добиться максимальной плотности максимального то есть по твердости можно было бы добиться то есть но со мной и и занижаю эту твердость чтобы не сделать примерно там 67 единиц кому-то надо вот и чтобы проявить можно было структурный рисунок вот этого смешение стали вот в принципе все а так это и один единственный монолит конечно если пример взять того допустим тоже 8 и смешать ее сталь 3 пример который не закаливается совершенно то да будет микро пила потому что одна сталь закалится другая закалится на но изусенится отсыпется другой останется вагончик тронется до вокзал останется вот вот так да там пила неизбежно также примеры селт свой дома скамер сделала бы там слоев 500 примеру так вот до 500 пила обеспечена просто обеспечена хочешь ты этого не хочешь потому что вот этого самого монолита плотности нет если я примеру делал еще года два назад три не помню 1200 слоев там да там уже микропилы нет но если очень особо тонкий лепесток то часто не выдерживали то есть бритвы ничего время обработки во время шлифовки даже малейших нагрузок они там давали трещину лопались там еще что то вот такие вот казусы были поэтому я так подумал она мне надо она вам надо лучше сделать наверно дороже но лучше и не то что лучше а максимально хорошо то есть чтобы вообще никаких казусов вы заметили что у меня например брак последнее время практически отсутствует мне даже себе ничего оставить я вообще любитель оставить себе брак то есть выкинуть жалко ну блин гора денег вложена я все время этим бритвами брился теперь у меня все я эти раздал эти продал эти сломал там которые раньше были все сейчас одна бритвка такая очень старая очень такая подубит нига и поэтому то есть за счет вот этого вот что там такая большая плотность они выдерживают любой косяк который можно поправить всегда и сделать опять его в идеал вывести и никакого брака вот этого я добился вот этой плотностью так что еще у нас какие вопросы то были секундочку ну посчитал я в общем что еще у меня было всего три вопроса это за последние три недели по поводу что выбрать комиссоре или складную бритву опять же выбор за вами то есть я не знаю что вам лучше пример там кио или хундай например вот так вот это тоже так же звучит или вам у вас или defender там ну что то есть опять же надо выбирать в первую очередь это вам от себя я скажу так что складная бритва она удобно в хранении и во время бритья пример то вот вам нужно что-то там сделать и вы не просто ее там кидаете как-то а вы раз сложили положили все вы уверены в том что насти даже упадет и ничего не будет не откроется что-то не схватитесь там за нее как случайно и мало ли что вот в этом вот единственное преимущество складной бритвы есть конечно легкий недостаток это длина лезвия но это опять же не всем кто-то любит длинные лезвия кто-то вообще вот такие вот палки блин но чаще всего всем нравятся короткие лезвия то есть вот начиная вот от такого и еще короче он более маневренные то есть если у вас лицо не круглое то есть вот у вас она круглый примут это вообще красота и просто удобств максимум просто удобства если на вас не круглый там где-то угловатый туда-сюда вот то есть строение у всех разное как вот у меня пример тоже межне круглые лица так что мне такой длинный бритвы на шее там у кдк сложновато пройтись я начинаю так ну как бы осторожничать а короткой бритвы там раз раз два три четыре раза махнул все готово вот вот тут конечно выигрывает комиссори потому что комиссори всегда короткий клинок короткое лезвие и он выигрывает этим но под рукой то нет вот примеру вот пример допустим комиссори вот допустим кустам вот такой же пример длинный клинок вам нужно освободить руки и вы ставите ее вот так вот хорошо если у вас есть какая-то ровная поверхность который прямо не под руками чтобы не уронить ничего да вот так и поставили комиссори все хорошо даже все так и положите ну вот так вот то тоже будет все хорошо но что она никуда не скатывалась если у вас такое место есть туда здорово но если каждый раз вы будете ложить шкатулку или вставлять его подставку то это вам быстро надоест вот вот это минус комиссори также разница в том что примеру кто-то любит бриться когда оправа примеру так вот вот так вот там то есть углом хват такие хватают то есть бритв да конечно тут будет явно удобнее склонная бритва если вы бреетесь и у вас оправа так вот прямо всегда старший пикнуть чуть-чуть того с этим уголками как я помню так вот греюсь для ручка почти сюда прямо и поэтому тут будет явно удобнее комиссори потому что это самая оправа она не будет вас туда-сюда складываться как там где-то под руками мешаться там вот это вот пример кончик там все удлиненные то он будет тоже некоторым спотыкача в него будет у комиссори такого нет выбор комиссори очень тоже широк причем даже шире чем у склонных бритв чем потому что там есть классика лезвия это обоюдное со всех то есть и справа с левой стороны одинаковые ширины лезвия это европейской такой европейский стиль есть там клин стопроцентный комиссори то по моему нет 70 процентов клина вот только чего там нет вообще но зато там есть японская японские лезвия то есть это где с одной стороны идет прямо от обушка кострию вогнутость а с другой стороны примерно половины ширины лезвия кострию вот такого пример нет у склонных бритв раньше было я там делал как складные комиссори кстати мысль может быть когда-нибудь повторю складные комиссори неправда у меня долго не продавались поэтому у меня на них особо желание нет то есть как бы заново еще повторять потому что я как-то произвел и они у меня провалялись года полтора потом когда люди взяли ахнули будет блин вещь то какая но полтора года мне надо крутить крутить то есть чтобы опять была работа опять было занятие иначе зачем мне это я сделал и полтора года пойду гулять да я тут с ума сойду мне надо чтобы хоть какие-то там продажи шли чтобы я возвращал деньги из нас снова их вкладывал опять же все эти деньги в новые бритвы и опять у меня было занятие вот мне это больше устраивает уж извините вот как бы все там по мелочам были вопросы но не больше такого личного характера поэтому я не буду вас грузить такими допами это все думаю ну чтож вот день закончился вечер принципе тоже подходит концу но у нас есть результат их не до потёр ладно здесь я когда-нибудь соберу денег на камеру на видеокамеру сильно надеюсь вот такие вот вещицы у меня вышли ну как вам по мне так нормально вот единственное присутствует рисунок тут какой-то такой так себе ну так попытка еще одна насечка и вот так вот ладненько сейчас думаю остаться какой-то второй смену и зафигачить за точку силы есть настроение желания все есть такие вот красоточки у меня вышли он заусенечка видно торчит до женщинчик он всегда на клине все правильно сделать как первый раз идут замутил надеюсь если покажу за точку уже даже указать до конца вот так вот он тоже звучит по всей длине тут катит он его заметно даже с такой насечкой на руки уже мне трясутся чуток утомились такая вот большая медведица конечно реализовал раз вот рисунок в реале давно хотелось все как-то то руки не доходили то ноги чем обстоятельства сами на знаете что обстоятельства такая штука что хочешь них не вопрешь все ровно все здорово все четко что же берусь за точку клин затачивать очень быстро очень просто такой будет тоненький у легкий набушник то тут сразу на мелкий камень тут не надо там тысячник там трех там пяти шести восьмидесяти двенадцати шестнадцати даже вот пример игр затачивать ну то есть здесь этого не нужно и сразу сразу самый последний номер берется и слегка проводится все за . готова поэтому я сейчас думаю все сделаю и покажу вам готовые уже результат вот минут двадцать делов то причем приятных таких делов просто чудо какое-то как я говорю то есть взял самое мелкое зерно она у меня самая мелкая где-то в районе двенадцати поэтому но это не важно вообще принципе я могу вообще на трешнице пройтись она также в общем будет работать но просто поглажа помягче вот не суть почему так быстро делается заточка на клинах стопроцентных именно стопроцентных просто тоже я помню кто-то мне в разговоре спрашивал не помню кто но это было так уже месяц или два назад прошло не важно потому что там кромки как таковой нет она в нулях и ее можно вообще не затачивать такую бриту то есть на ремешке поболтал и она уже будет брить но я затачиваю для того чтобы сделать эту кромку то есть ее нет на внули а я ее сделал что просто она была чтобы ее видно чтобы добавить остроты то есть почему потому что я это делаю на мелком зерне то есть на последнем такому номере и это дело улучшает свойства именно работы бритвы то есть она бреет намного лучше и намного мягче поэтому за . если хочешь не хочешь а нужно сейчас включил фонарик я прошу раз без фонарик снимал оказывается сейчас покажу кромку не знаю увидите ли эту кромку или нет настолько микроскопическая сейчас попробуем резкость есть уже вот она там то есть так на глаз смотреть ее в еле еле заметно там какая-то на глаз опять же сказать полторы десятки примерно миллиметра ширина этой заточки ну да сложно показать вот истоку отблеском вот видите там полоска бегает вот такая вот заточка сразу скажу что волосы будет рубить нехоти то есть будет рубить но нехоти так нужно будет уголок там подобрать туда-сюда но брить будет шикарно особенно вас жесткая щетина хотя клина по барабану у вас жесткая мягкая хоть щетину кабана нет и наверно не получится показать эту ширину вот здесь вот на глаз еще меньше есть по-моему где-то около 10-10 десятки то есть одной десятой части миллиметра заточка не знаю что кому-то это важно надо в интернете прям там смотрите там какая тонкая за . чудо-то какое пожалуйста то есть следует трендам о о о о маленького от ее маленьком видно тоже тончайшая тоже где-то десяточка то есть я ее сам создал можно было ее не создавать еще раз повторюсь но чтобы она была и именно для того чтобы сделать ее более тонкой более мелкой именно для качественного бритья вот она вот она там где-то микрополоска и даже камера не ловит а свет он просто и делает шире не знаю как это показать вообще-то не деть микроскоп нужен в общем вот так вот бритовки полностью готовы там и клепки все полированные не как я там раньше ой забыл там ой там туда-сюда полностью готовы и поэтому они я думаю сегодня уже будут на сайте развешены в наличии вот так вот опа получится у меня нет тут фонарик не помогает в общем вот эти вещицы я уже постараюсь развесить на сайт да конечно да цена даже меня пугает но это пугает вот именно почему меня пугать цена то есть просто по моему карман у меня карман не такой широкий как вы думаете даже думаете там что этому какой-то там магнат туда-сюда да конечно у меня вложены миллионы рублей миллионы вот в эту чтобы это все производить постоянно докладываю я уже сбился со счету причем сбился со счета там не буду даже сейчас говорить о суммах а то мало ли что то есть там уже не один даже не два и там нормально уже вложено и меня в принципе есть деньги то есть у меня я еще говорил что я тут рублю вообще деньги не на бритвы далеко а на других вещах но свое любимое дело постоянно приходится вкладывать потому что сами бритвы себя не оправдывают и что получается то есть если в сравнении то да конечно же просто посмотрите просто загуглить как все говорится и там увидите что там цены будут там раза как минимум в три дороже и больше но дамаск будет далеко до этого вообще просто небо и земля это раз ну во вторых то есть цена как минимум в три раза там и более разница такая вот имеется это два никто вам не будет тут что-то подбирать пример даже на те же оправы там материалы какие-то подходящие это три обычно пластик там какой-то сапеле там необработанную и то есть свободны никто вам икрустацию не сделает серебром то есть никто этим не занимается и это и понятно потому что наше время заниматься убыточным занятием никто не хочет то есть я говорю сейчас ага сейчас я вложу там там 3-5 лямов там начну там ага и и а денег не будет я что сумасшедший сразу такой вопрос я что похож на сумасшедшего я тоже видимо похож на сумасшедшего но с одной стороны а с другой стороны у каждого есть свое любимое дело вот кто-то там девок мнет кто-то там ныряет с аквалангом кто-то еще что-то там вот а у меня вот это любимое дело причем кстати очень сильно помогло этому делу то что я сходил на рыбалку пускай на зимнюю пускай там замерз пускай там было много всяких косяков но я как-то как-то то есть вроде бы какой-то отдых да ни о чем нет же не отпуск а всего-то там на рыбалку сходил все другой человек все я сегодня работаю и у меня еще сейчас столько заряда во мне что я могу сейчас еще что-то там творить и еще что-то сделать уже не с этим бритвами а еще чем-то но просто надо знать меру и поэтому я пересилю себя и сейчас пойду ближе к дому тем более мне еще хватит забот потому что нужно их фоткать там то все просили видео опять снимать чтобы это на вертушке было без него будет вообще фигня на видео что-то видно а что-то нет и на фото что-то видно а что-то нет и вот это друг друга заменяет как бы то есть дополняет хотел сказать дополняет и поэтому сказать чтобы лучше было бы с видео конечно прям в общем здорово поэтому пойду сейчас одним делом как раз заниматься все на этом все извините за столь долгий затяжной ролик как есть и хорошо что я еще вообще просто на экшн-камеру какой-то не снимаю подряд всю работу а то бы вы смотрели бы тут 24 на неделю то есть как бы вообще круглосуточно бы и вас бы это видео вот было бы просто бесконечным и супер утомительным все спасибо за внимание добра вам увидимся